Здравствуйте! Продолжаем наш разговор о страстях. Сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгеном мы беседуем о страсти гордости. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте, Лена! Владыка, святые подвижники благочестия называют гордость матерью всех пороков, имея в виду, насколько я понимаю, что, видимо, вот она уже содержит в себе в неком зачаточном состоянии как бы вот корни всех остальных грехов, да? Между тем, человеку неискушенному в тонкости христианская скеза бывает довольно сложно уловить связь между гордостью и такими, казалось бы, ну, непохожими совершенно на нее грехами, как трусость, зависть, гневливость, прелюбодеяние, в конце концов, ну и так далее, можно долго перечислять. Гордость – это желание человека быть лучше, выше других, тех, кто его окружает. Мы знаем из священной истории, что гордость – это не только явление, присущее человеческому миру. Мы знаем, что из-за гордости пал Деницы, первый и наивысший из ангелов, который захотел быть равен Богу. Не будем забывать, что дьявол искушал и первых людей в раю, и из-за этого искушения совершилось грехопадение, и это искушение также было искушением гордости, потому что те слова, которые дьявол сказал Еве, что если вы съедите от этого плода, то вы будете как боги. То есть он им предложил то же самое, тот же самый помысл, на котором когда-то споткнулся и пал сам. И первые люди приняли этот помысл, помысл гордости и неверия, и в результате совершилось грехопадение, последствия которого до сегодняшнего дня ощущает на себе весь человеческий род. Владыка, понятно, что гордость – это такая страсть, которой мы все, конечно, подвержены, но, может быть, в некоторой степени кто-то подвержен больше. Гордость страшна еще тем, что она развивается, как правило, у людей, отмеченных какими-то дарованиями, как природными, естественными данными от Бога, так и благоприобретенными. Как правило, не всегда, конечно, бывает так, что гордятся люди, которым совершенно нечем гордиться, но все-таки реже. В основном гордость – это свойство такой достаточно развитой человеческой личности. И, конечно же, гордость, когда овладевает человеком, она заставляет его всю жизнь полагать на удовлетворение вот этой страсти. Поэтому гордый человек для того, чтобы постоянно жить вот в этом состоянии, гордиться, ощущать себя выше, лучше, избраннее других окружающих его людей, поэтому этот человек идет на всякого рода нарушение нравственного закона. Сначала небольшие, потом все больше и больше. И так в какой-то момент у человека не остается просто никаких моральных преград, и он может пойти на самые тяжкие преступления для того, чтобы постоянно удовлетворять эту страсть. Причем страсть эта отличается, как, впрочем, и любая другая страсть, для нее отличается тем, что она не стоит на месте, нельзя удовлетворить вот некие свои гордые помыслы и дальше жить спокойно и счастливо. Потому что гордость все время разрастается. В человеке она требует всего большего и большего. И как все страсти, в конце концов человек превращается в ее раба и начинает только служить этой своей страсти. – Владыка, а можно так сказать, что если бы не было гордости, то и всех остальных грехов тоже не было, всех остальных страсти они бы не родились? – Вы знаете, это все очень условно. – Или это такая теория такая? – Это очень условно, да. Дело в том, что ведь мы не можем ни одну страсть и ни одну добродетель, мы не можем рассматривать как-то вот в отдельно взятом виде. Потому что все они являются свойствами человеческой души, живой, существующей в развитии. Но в некоем таком образном смысле слова, наверное, вспоминая о грехопадении, можно сказать, что да, гордость – это причина, это начало грехопадения. Хотя, повторюсь, этого нельзя утверждать относительно какого-то человека. Потому что в каждом человеке есть какие-то особенности его личности, его характера, есть какие-то привычки, недостатки, немощи, пороки или страсти. Вот. И все они, по слову святых отцов, тесно взаимосвязаны, связаны друг с другом. И вот одно из таких заблуждений, которое очень часто встречается, человеку хочется исправить себе что-то одно. Вот, допустим, перестать быть гордым или перестать завидовать. Это практически невозможно сделать. Почему? Потому что человек должен заботиться об исцелении всего самого, всего своего существа. То есть нельзя, скажем, продолжать быть жадным, завистливым, но в то же время перестать быть гордым. Или нельзя избавиться от греха блуда и в то же время, так сказать, продолжать быть, опять же, гордым, тщеславным, завистливым, объедаться или там еще что-то. То есть должна быть такая комплексная терапия. Да, в человеке все взаимосвязано. И так же, как избавиться от какого-то одного греха, не трогая все остальные, очень сложно, практически невозможно. Точно так же и приобрести какую-то отдельно взятую добродетель. Тоже невозможно, потому что добродетели являются тоже некими плодами очень долгих и очень усиленных трудов человека над своим сердцем, над своей душой. Владыка, вот в массовом сознании понятие первородного греха трактуется совершенно не так, как трактует его церковь. Меж тем, вот церковь говорит именно о том, что первые люди приняли помысл гордости. А вот знаете, меня всегда интересовал такой вопрос, собственно, а как этот импульс гордости родился в человеке? Ведь человек жил в раю, он жил с Богом, все у него было хорошо. Вот что ему не хватало? Разве можно в здравом уме и твердой памяти отказаться от рая, отказаться от Бога? Откуда в нас вот эта вот черевоточина взялась? А вот как раз надо в книге быть, и об этом все написано. Дело в том, что ведь человек сотворен свободным. И он действительно свободен был там же, в раю, свободно, волен свободно слушать заповеди Божии о том, что нельзя прикасаться вот к плодам того древа, о котором сказал Господь, или же отвергнуть вот это Божие повеление, что и произошло. Я бы это сформулировал так. Первые люди не выдержали бремени свободы. И послушали искусителя, для которого было очень важно возлюбленное Божие творение человека оторвать, отторнуть от Бога, так же, как в свое время пал он сам. И он не нашел ничего более подходящего и более удобного, как внушить им помысл гордости, будете как Бози, и недоверие к Творцу и Создателю. Потому что вот на самом деле ведь в чем заключалось само грехопадение? Да, вот был принят этот помысел, но люди, которых сотворил Бог, которых Он поселил в раю, люди, которым было предназначено такое вот высокое служение, и которые не видели от Бога ничего, кроме добра, для которых Бог действительно в прямом и в переносном смысле был отцом, вдруг поверят, что Он их обманывает, что Он с ними не до конца искренен, что Он имеет по отношению к ним какие-то тайные, непонятные им и не очень хорошие замыслы. Вот ведь в чем грехопадение. Не имея абсолютно никаких поводов не доверять Богу, они, послушав дьявола, приняли вот эту вот мысль, и какая реакция после вот грехопадения, да, они скрываются от Бога. Стыдно, потому что. Скрываются, да, потому что и стыдно, и страшно. И все-таки, владыка, для многих современных людей бывает непонятно, а чем так плоха гордость? Ведь им кажется, что без гордости и связанных с нею честолюбием, самолюбием, порой тщеславием, невозможно построить карьеру, добиться в жизни успеха, вот, вообще чего-либо добиться без гордости. Преподобный Андреевич Ник очень замечательно говорит о гордости, что гордость – это крайние души убожества. Потому что гордый человек – это человек, который постоянно находится в каком-то таком состоянии, пребывающего в адском пламени. Человек, который постоянно не удовлетворен тем, что у него есть. Человек, который постоянно сравнивает себя с другими людьми и стремится занять непринадлежащее ему место, стремится стать выше других людей. Это действительно огонь, на котором сгорает человек. Та гордость, о которой говорят святые отцы. В обычной жизни, в обыденной, я думаю, что человек, если он реализовывается с помощью гордости, вот той, о которой мы сейчас только что говорили, то его реализация, конечно, очень недолговечная и подпорченная. Потому что нельзя чего-то достигать против. Нельзя чего-то достигать, только желая вот так вот выдвинуться, прославиться только ради тщеславия, ради превозношения. Ну, во-первых, сами такие люди, мы с ними, наверное, сталкиваемся все в своей жизни. Очень трудны, говоря мягко, для общения. И, естественно, у них зачастую нет каких-то моральных тормозов. Они не могут остановиться, идя к своей цели, в том числе, идя, может быть, по человеческим головам. Да и цели, которые они достигают, это цели, скорее, вот такой личной гордыни, превозношения. Цели, которые не могут принести добро ничего ни им самим, ни тем людям, которые их окружают. Тут надо различать гордость, гордыню в том аскетическом смысле слова, о которых мы говорим, и стремление человека добиться чего-либо, где, как я считаю, основным должно быть именно желание даже не самореализации, а того, чтобы выполнить свое предназначение, которое у человека есть на Земле. А вот интересно, а как отличить гордость от чувства собственного достоинства, например? И часто мы говорим, я горжусь своими детьми, я горжусь своими родителями, я горжусь своей Родиной. То есть это, казалось бы, такие достаточно благие состояния, понятия. Это тоже нечто другое? Это просто терминологическое просто... Это точно другое, да, потому что сегодня слово гордость, оно употребляется, как и многие другие слова, к разным совершенно вещам. Скажем, гордиться Родиной. Опять же, что значит гордиться Родиной? Любить Родину, наверное, это очень правильно и нужно. У любой страны, в ее истории было много всего, чем гордиться совершенно не обязательно, и даже, может быть, чем гордиться просто нельзя. Но, тем не менее, наверное, вот здесь вот, когда мы говорим о Родине, когда мы говорим о детях, наверное, слово гордость в данном случае является синонимом слова «любовь». Вот, потому что человек любит своих детей, любит свою Родину, любит свою работу, то, чем он занимается. Вот, при этом он вполне может испытывать и должен испытывать какое-то чувство удовлетворения, если он видит, что его усилия, неважно, по воспитанию или детей, по самореализации в той сфере, в которой он всю жизнь себя посвятил, эти усилия увенчиваются успехом, то я думаю, что это вполне, так сказать, достойный повод для того, чтобы радоваться этому. Ну, опять же, здесь немножко такое стилистическое различие между той гордостью, о которой мы говорили вначале, и вот этим чувством, которое подразумевается в данном случае. Благодарю вас, Владыка, за такой интересный и подробный разговор. А телезрителям напоминаю, что свои вопросы вы можете присылать по электронному адресу, который видите сейчас на экране.